Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. День Героев Отечества. Теплый подарок для участников специальной военной операции. Студенты одного из самарских колледжей своими руками изготовили печи для бойцов. Что такое патриотизм? В самарской школе номер 3 прошел урок мужества. Отдать дань уважения всем, кто достоин самых почетных государственных наград. В России отмечают День Героев Отечества. Дату учредили в 1769 году указом императрицы Екатерины II. Воинам, проявившим особую отвагу, в боях вручали орден Святого Георгия. Идею о возрождении праздника в России выдвинули в 2007 году. С тех пор ежегодно в начале декабря в нашей стране отмечают памятную дату. Торжественная церемония возложения цветов состоялась и в Самаре на площади Славы. В ней приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина, представители общественных и ветеранских организаций, а также юнормейцы. Дань высокого уважения к тем, кто удостоен самых почетных государственных наград. Звание Героев Советского Союза, Российской Федерации, Ордена Святого Георгия и Ордена Славы. Горильев, оскорбящий Матери Родины, все, кому небезразличны прошлое, настоящее и будущее нашей страны. Алые гвоздики и розы к вечному огню возлагает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина, представители общественных, ветеранских организаций, юнормейцы и военнослужащие. В торжественной церемонии принимает участие с гордостью делится младший лейтенант Андрей Сидоров. Ведь настоящим героем Отечества может стать каждый из нас. Я служил в армии, бывали простые люди, но неожиданно проявляли себя с такой стороны, которые физически и, может быть, морально подготовленнее люди могли спасаться в данной ситуации, а они проявляли себя как герои. Поэтому героем может оказаться любой здесь среди нас. Памятная дата была учреждена в 1769 году указом императрицы Екатерины II. Воинам, проявившим особую отвагу в боях, вручали Орден Святого Георгия. Награда имела четыре степени отличия, первая из которых считалась наивысшей. Первым орденоносцем стала сама Екатерина II, а кавалерами Ордена – более 10 тысяч человек, 25 из которых получили высшую степень награды. Идею о возрождении праздника в России выдвинули в 2007 году. С тех пор ежегодно в начале декабря в нашей стране отмечают памятную дату. Авторы законопроекта выразили надежду, что это будет способствовать формированию в обществе идеалов самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству, которое нынешние бойцы готовы защищать в любую минуту, день и час. Конечно, пойду воевать. У меня дед воевал в Великую Отечественную войну. И обратно в Вторую Четенскую воевал. И вот мое время пришло тоже. Понадобится, поеду. Указом президента Российской Федерации Орден Святого Георгия был восстановлен в качестве высшей военной награды. Кавалерами современного Ордена уже стали более 20 офицеров, в том числе участники военных операций на Северном Кавказе и Сирии. Восстановленный Орден Святого Георгия выглядит так же, как и при Екатерине II. Ольга Павлов, Константин Головин. События. И сразу после торжественного возложения цветов к горельефу Матери Родине, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с земляками, удостоенными высших государственных наград России, членами Самарской областной организации Героя Отечества, которая в этом году отмечает свое 15-летие. Глава региона поблагодарил членов общественной организации за работу по увековечиванию героев, чьи имена прославлены в истории нашего Отечества, а судьбы связаны с Самарской областью. Губернатор отметил, что наша страна помнит и чтит героев всех времен и как никогда сейчас близка к истории подвигов Великой Отечественной войны. Я отдельно хочу приветствовать родных и близких ушедших героев, героев, которые отдали свои жизни, защищая нашу Родину. Их имена всегда в нашем сердце. И я, конечно, искренне рад, что сегодня вы с нами. Я уверен, что мы сделаем вместе с вами, вместе с региональным отделением, все для того, чтобы имена героев на Самарской земле никогда не были забыты. В Самаре продолжается строительство станции метро «Театральная». Рабочие заканчивают переносить инженерные коммуникации. Также в историческом центре подходит к концу разработка стартового котлована, а в его основании уже занимаются подготовительным бетонированием. Этот вид работ стартовал со стороны улицы Вилоновской. Напомню также, в начале этой недели открыли движение в районе улиц Полевой и Новосадовой. Теперь водители, которые едут в сторону старого центра, смогут уйти с Новосадовой на Полевую и далее двигаться по намеченному пути. Все процессы, связанные с возведением станции «Театральная», находятся на непрерывном контроле регионального заказчика, подрядчика и мэрии Самары. В числе приоритетных задач – минимизация временных неудобств для жителей. Станция «Театральная» свяжет удаленные районы Самары, в том числе безымянку и юнгородок с исторической частью города. Весь путь в подземке будет занимать 20-25 минут, а поезда будут ходить каждые 7-8 минут. Станция «Театральная» – это самый центр города. Там и театры, и офисные здания, и здания администраций. То есть очень много людей ежедневно ездит туда по пробкам, по загруженным улицам, тратится на это большое количество времени, выхлопные газы и так далее. Поэтому метро – это комфортный способ добраться из густонаселенных районов Самары до центра, на работу, по делам, можно погулять. Метро очень сильно разгрузит город, и вот эти поперечные улицы Московской, шоссе Новосадово, Гагарина, они все-таки станут менее загруженными. Зимой тепло, летом прохладно, прекрасный вид транспорта. В утренние часы на въезде в областную столицу инспекторы ГИБДД проверяли пассажирские маршрутки и автобусы. За несколько часов рейда полицейские осмотрели более 60 транспортных средств. Составили 17 административных материалов на водителей и нарушителей. Подробности далее. В Красноглинском районе Самары сотрудники госавтоинспекции вместе с отделом технического надзора провели очередной профилактический рейд. По статистике, основными причинами совершения ДТП являются грубые нарушения правил дорожного движения водителями автобусов. Скорость движения не соответствует погодным условиям. Водители нарушают правила перестроения, не соблюдают дистанцию, не пропускают пешеходов. В первый взмах Жезла и сотрудники ГИБДД останавливают школьный автобус. Проверяют, все ли документы в порядке, пройден ли медицинский осмотр. Олег Валентинович, водитель со стажем, за техническим состоянием своего автобуса всегда следит. Документация в порядке. Говорит, а как же иначе, если на кону жизнь и здоровье детей? Просматриваю, чтобы все были пристегнуты в салон. У каждого школьника свое место, что у него ремни безопасности отрегулированы по каждому школьнику. Ну а за остальным, за поведением детей, уже смотрят сопровождение сопровождающих. В первую очередь сотрудники ГИБДД обращают внимание на соблюдение скоростного режима, правильность проезда перекрестков, пешеходных переходов, наличие у водителей соответствующей категории, особый контроль за техническим состоянием автобусов, соблюдение перевозчиками режима рабочего времени и времени отдыха водителей. Если у водителя должен стоять тахограф, то мы, соответственно, проверяем карту водителя для тахографа, поверку водителя, поверку на автобус сам для тахографа и распечатку его режима труда и отдыха. Соответственно, если выявляются какие-либо нарушения по данным фактам, это фиксируется и впоследствии составляется и привлекается либо должностное или юридическое лицо организации, допустившие какие-либо, как я и сказал ранее, административные правонарушения. В этом году в Самаре по вине водителей автобусов произошло 23 дорожно-транспортных происшествия, в которых 41 человек получил травмы, погибших нет. Чтобы не допускать подобных трагедий на дорогах, ГИБДД регулярно проводит рейды и проверяет водителей и транспорт. Госавтоинспекции за 11 месяцев удалось стабилизировать аварийность на пассажирском транспорте, но, несмотря на это, сотруднику госавтоинспекции в рамках 248-го федерального закона, это о государственном и муниципальном контроле, проводятся как и постоянные рейды, так и профилактические визиты с руководителем и водительским составом организации, которые осуществляют пассажирские перевозки. За несколько часов рейда полицейские проверили. Более 60 автобусов составили 8 административных материалов в отношении водителей-нарушителей. Светлана Цимофеева, Елена Чернявская, Николай Сидоров. События. Студенты Самарского колледжа изготовили железные мини-печи для участников специальной военной операции. Это уже вторая партия. О том, как преподавателям и учащимся, пришла идея помочь, расскажет Елена Чернявская. В мастерской Самарского колледжа сервиса производственного оборудования жарко. Студенты делают печки, которые отправятся в зону специальной военной операции, чтобы бойцы могли согреться и приготовить горячую пищу. По словам руководителя учебного заведения, важно не только то, что молодежь способна работать руками, но и моральная поддержка, которой они оказывают, заботясь о бойцах. Мы передаем вторую партию в общем количестве 16 штук. Обещаем до Нового года сделать около 50 печек. Мне, как руководителю, важно, потому что защищают те ребята на передовой. Это в том числе и наши выпускники, граждане нашей Российской Федерации, граждане нашей Самарской области. Поэтому я считаю, что я должен быть в тех же рядах. Студент третьего курса Антон Хурасеев рассказывает, с виду маленькая печь очень функциональна, дыма от нее немного, при этом ее легко можно переносить с места на место. На производство одной такой печи уходит до трех часов. Идея изготовления таких печей пришла в голову студентам. Они поделились мыслями с руководителем, тот их поддержал. А теперь колледж получил заказ на их изготовление. Тут у нас есть специальные отверстия для того, чтобы подогревать воду, там, например, в кастрюле или в чайнике. Также мы придумали специальные приспособления для сушки белья. Вот сюда вот вставляется. И сюда можно вешать белье. Также мы сделали бак для нагрева воды. То же самое от нагрева самой печки. У нас тепло передается по таким вот уголкам. И вот в такой емкости у нас нагревается вода. На Донбасс печи доставят волонтеры и бойцы. Говорят, подарки прибудут как раз к Новому году. Конечно, нужно. Это первое дело тепло. Да и последующее. Это то, что понимаешь, что это из дома. По сути, приятно очень. Зато сухие будем там. Ноги. Все сухое будет. Бегаешь, мокрый весь. С тебя течет. Так будет где посушиться. И плюсом, как бы тепло, хорошо будет. Мы с этими печками сейчас принесем туда, к Новому году принесем туда тепло. Ребят, ну, ваши печки – это тепло. Это в первую очередь сигнал нашим бойцам о том, что у нас все-таки в тылу есть молодежь, которая растет, растет с руками. И эти руки творят вот такие чудесные печки. Поэтому, ребят, ваши печи – это чудо. 16 печей уже переданы волонтерам, которые их доставят до места назначения. Елена Чернявская, Григорий Плешаков. События. В самарских школах и лицеях началась серия уроков мужества и уроков безопасности. Проходят они в рамках проекта «Безопасность. Шаг за шагом». С детьми и подростками встречаются представители силовых структур. Сегодня ветераны органов внутренних дел, пожарные и сотрудники госавтоинспекции общались с учениками Самарской школы номер 3 имени Вадима Фадеева. Уроки мужества в Самарской школе номер 3 начались с вопроса, что такое патриотизм. Беседу с подростками провели члены Совета ветеранов внутренних дел и внутренних войск Самарской области. Стараемся им довести те факты истории нашего государства, мужества людей при этих событиях, которые показывают, что Россия – это та страна, которая никогда не сдавалась и сдаваться не будет. И основное – это вселить уверенность в нашу молодежь, в то, что будущее нашей страны во многом зависит от них, о том, какими путями они туда придут, с какими знаниями они туда придут, и что мы тоже надеемся на них. Сейчас происходит очень много событий в нашей стране и в мире в целом. И порой мы слышим разную трактовку этих событий для того, чтобы детей сориентировались в том, что сейчас происходит. Вот мы для этого сюда пришли. Перед тем, как сесть за парты, старшеклассники провели для гостей экскурсию по школьным музеям и рассказали о герое Советского Союза, летчике Вадиме Фадееве, чье имя носит третья школа. Я бы, наверное, даже не спросить хотел. Я хотел бы их поблагодарить за их работу, которую они проделывают, за весь тот багаж, который они передают нашему поколению. Для меня важны данные встречи тем, что можно пообщаться поближе с каждым представителем силовых структур, подробнее узнать о проделанной работе в нашем регионе, о том, какие меры предпринимаются для нашей безопасности. В других классах школы уроки безопасности сегодня провели сотрудники пожарной охраны и госавтоинспекции. Подобные встречи состоятся и в других учебных заведениях Самары. Они проходят в рамках проекта «Безопасность. Шаг за шагом». Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События. Воспитывать детей и при этом быть востребованным на рынке труда. Такая возможность появилась благодаря реализации в регионе федерального проекта «Содействие занятости». Программа позволяет бесплатно повысить квалификацию отдельным категориям граждан. Какими специальностями можно овладеть и при каких условиях – ответы в нашем следующем сюжете. Учиться никогда не поздно. Особенно новым, актуальным на рынке труда профессиям. Самарская область входит в число регионов, где в рамках национального проекта «Демография» реализуется федеральный проект «Содействие занятости». Для жителей города это уникальная возможность повысить профессиональные навыки, открыть свое дело или освоить новую интересную профессию. В Самарской области к этому проекту очень большой интерес среди соискателей. Заявок на обучение, переобучение составляет более 15 тысяч человек. Эти программы очень востребованы. Люди после этого либо остаются на том рабочем месте, но уже с более высокими квалификациями, либо они находят новую работу. В проекте могут принять участие безработные, стоящие на учете на бирже труда, молодые мамы в декретном отпуске и люди старше 50 лет. Получать знания можно, не выходя из дома. Уроки проходят в очно-заочном формате с использованием дистанционных технологий. В рамках национального проекта «Демография» реализуется федеральный проект «Содействие занятости», который предоставляет уникальные возможности нашим гражданам и в части обучения, и в части их трудоустройства. Декретницы, граждане категории 50+, и безработные граждане имеют уникальную возможность пройти обучение. Список профессий обширный. Есть как стандартные курсы по кадровому делу и бухгалтерскому учету, так и по современным цифровым компетенциям, аналитика данных, создание и дизайн сайтов, копирайтинг и другие. Каждый год набор программ меняется. И в прошлом году университет реализовывал всего три программы. В этом году набор программ был пересмотрен, и уже университет реализует пять программ. Добавили программу, связанную с юриспруденцией, добавили программу, связанную с ландшафтным дизайном, а также социальной и медицинской помощью. Участникам этот проект дает возможность найти новую работу, а образовательным учреждениям скорректировать учебные программы под запросы рынка труда. Если говорить о гражданах, то это, несомненно, возможность, такая шикарная мера поддержки от государства в части и возможность сменить свою профессиональную траекторию, а для университетов это колоссальный импульс в развитии. Обучение финансируется за счет средств федерального бюджета. Ксения Баканова, Максим Гусев, События. Блогер, по два журналиста и писателя в этом году стали лауреатами девятого творческого конкурса имени Эдуарда Кондратова в области журналистики и литературы. Среди победителей и Сергей Жигалов, журналист, член Союза писателей России, написал книгу «Выше ворона» о целях и смысле жизни. Лауреатами в свое время становились и ведущие телекомпании «Самара ГИС» Михаил Перепелкин и Инесса Панченко. Конкурс проводит Самарское областное отделение Союза журналистов России при поддержке администрации городского округа Самара. Во время награждения по традиции вспоминают о легендарном журналисте, писателе, сценаристе, почетном гражданине Самары Эдуарде Михайловиче Кондратове. Он автор таких книг, как «Тревожные ночи в Самаре», «По багровой тропе в Эльдорадо», «Десант из прошлого», «Жестокий год» и «Покушение на зеркало». Жюри выявляет наиболее талантливых авторов, рассказывающих о Самаре. Конкурс постоянно развивается. В этом году кроме профессионалов награждали впервые и студентов, а уже в 2023-м награды ждут и школьников. Эдуард Михайлович был действительно профессионал с большой буквы. Это первое. И второе, все материалы должны быть нацелены на любовь к родному городу, к родному краю. А об этом не так легко написать, не так легко показать, как это кажется на первый взгляд. Но все-таки профессионализм на первом месте. Когда он писал свои первые книги, он работал в газете. То есть ему приходилось писать ночами. В газете он работал до самых последних лет, поэтому как-то удавалось ему это все комбинировать. Он был большим журналистом. Хоть я и дочь, но мне кажется, я беспристрастна. И как писатель его очень ценили. Он был автором сценария первого сериала, который сняли в Самаре. В 1969 году «Тревожные ночи Самары». Это был один из первых сериалов вообще в Советском Союзе. Это с большим успехом шло по телевизору и до сих пор показывают. Хоккейный клуб «Лада» обыграл «Нефтяник» и расторг контракты с вратарем Ильей Попенковым и нападающим Максимом Елькиным. В среду «Ладья» встречалась с «Реактором» командой из Нижнекамска. А в Новокуйбышевске прошли соревнования на Кубок области по мини-хоккею. Обо всем подробнее в нашей рубрике «Новости спорта». В среду 7 декабря «Ладья» встречалась в Нижнекамске с местным «Реактором». К 15-й минуте хозяева забросили три шайбы и повели 3-0. До перерыва Александр Бажухин отыграл одну шайбу. Во втором периоде «Богдан Чумаков» сократил счет до минимума. Во втором периоде «Богдан Чумаков» сократил счет до минимума, но хозяева вновь увеличили счет 4-2. В концовке третьего периода «Данила Гроза» и «Глеб Лачинов» сравняли счет 4-4. В овертайме победу тольяттинцам принес Остап Маслов. Очередным соперником «Лады» стал альметьевский «Нефтяник», набравший отличный ход после сложного старта. Уже на второй минуте шайба побывала в воротах экс-воротаря «Волжан» Александр Скрынника. Отбив дальний бросок Никиты Бобришова, воротарь гостей потерял шайбу из виду, чем воспользовался Иван Романов – 1-0. На 27-й минуте Никита Анаховский забросил вторую шайбу «Хозяев». Вскоре тольяттинцам почти две минуты пришлось защищаться против пятерки «Гостей». Но обороны «Хозяев» и Александр Тружков выстояли. На 35-й минуте Владислав Червоненко довел счет до 3-0. Этот счет не изменился и до финальной «Сирены». Для голкипера «Волжан» этот матч стал третьим в сезоне, в котором он не пропустил ни одной шайбы – 39 бросков. Хоккейный клуб «Ладо» по обоюдному согласию сторон растор контракты с воротарем Ильей Попенковым и нападающим Максимом Елькиным. Хоккейный клуб «Ладо» заключил юниорский контракт с воротарем Сергеем Шевченко. Контракт на три сезона заключен с нападающим Михаилом Снегиревым. Шевченко будет выступать под номером 20, а Снегирев под номером 39. В Ледовом дворце «Роснефтьарена» прошли соревнования на Кубок области по мини-хоккею. За поведу в Кубке боролись четыре команды – Новокубишевский «Нефтяник», Самарский «Бенди-клуб», Чапаевский «Луч» и Тольяттинский «Азот». Игроки этих команд уже встречались в Новокубишевске 24 октября. В этот день прошел первый областной турнир по хоккею с мячом сезона 22-23. Участие в нем могли принимать игроки старше 45 лет. Сильнейшей командой оказался Тольяттинский «Азот», который на турнире победил всех соперников. Самару со счетом 8-1, Чапаевск 7-4, Новокубишевск со счетом 6-3. Но на этот раз новокубишевцы не дали соперникам шансов на победу. И хотя игра с Тольяттинцами закончилась ничьей, со счетом 6-6, в остальных встречах «Нефтяник» лидировал. Второе место у «Азота», третье у «Самарского «Бенди-клуба». Лучшим вратарем соревнований стал Дмитрий Шкварковский, а лучшим защитником – Клим Черкасов из Новокубишевского «Нефтяника». Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Администрация промышленного района Самары в своем телеграм-канале напоминает самарцам о необходимости заплатить налоги. Это нужно было сделать до 1 декабря. Теперь за каждый календарный день просрочки начисляются пенни в размере 1,03 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Основанием для уплаты налога служат налоговые уведомления. Если вы его не получили, вам необходимо обратиться в налоговую по месту жительства. Оплатить налоги можно в любом отделении банка или через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. Администрация Ленинского района Самары предлагает подписчикам проголосовать за спектакль Самарского академического театра драмы «Тортюф», у которого есть возможность получить приз зрительских симпатий. Он принимает участие в фестивале-конкурсе «Биеннале современного искусства» «Уроки режиссуры-2022». Голосование открыто на сайте фестиваля. Отдать свой голос можно, перейдя по ссылке, указанной в телеграм-канале администрации района. Итоги фестиваля подведут 13 декабря. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки в своем телеграм-канале поздравляет жителя Самары, участницу Великой Отечественной войны, Валентину Дмитриевну Коновалову с днем рождения. Ей сегодня исполнилось 99 лет. В 1942 году Валентина Дмитриевна ушла на фронт добровольцем, служила под Москвой старшиной роты женского гарнизона. После полученного на фронте ранения была комиссована и направлена в Куйбышев, где продолжила службу, охраняя склады порохового завода. Там же предотвратила теракт. Телеканал Самаргиз присоединяется к поздравлениям Валентины Дмитриевны и желает ей крепкого здоровья и отличного настроения. Скажи свое мнение. Наша рубрика, в которой мы продолжаем проводить опросы в телеграм-канале на актуальные и интересные темы. И сегодня выясняем, какую елку предпочитают наши телезрители. 44% заявили, что ставят дома натуральную ель. 38% опрошенных предпочитают искусственную. 18% подписчиков вообще обходятся без ели. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова